Док-шоу «Черное зеркало» 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 Для начала. Говорит, ну, все идет по заморозке. Ничего не будет решено через год выборы в России, в марте месяце. Путин будет действовать осторожно, ему надо будет решить эту проблему. Он не может оставлять так, значит, он как-то его признает независимость. И на этом будет президентская кампания построена. Что победа Крыма, она как бы, эффект рассеян. И у нас через два года выборы тоже решительных шагов никто не будет. Потому что выполнять Минские соглашения, это значит угробить рейтинг президента. Он на это не пойдет. Что для него важно сейчас переизбраться на второй срок. Поэтому два года точно будет заморозка. А дальше не знаю, как будет все выглядеть. Причем хочу подчеркнуть, это не та заморозка, которая на Приднестровье. Потому что тут граница у нас общая с Россией. Во-вторых, там вооруженные люди, войска. Это два. И будет постоянно, постоянно вот так нас оттуда микрошоки такие. С расчетом на то, чтобы двигаться дальше. Так что это не та заморозка, когда можно выстроить стену. Потому что для Приднестровья Украина стена, практически, от России. Поэтому Украина защищает Молдову от Приднестровья. Если бы Украины не было, а была Россия, то понятно бы было бы по-другому. Очень сложно говорить о полной изоляции, когда есть та территория, та часть границы, через которую может Россия поставлять все, что угодно. Границы-то не будет. Потому что ту границу мы не вернем. А на этой же границе, которую называем линией соприкосновения, мы же не построим границу. Она будет вот такой, какой она есть. Ну там с подконтролем, с блокирующими. Но это же не полноценная граница. Понятно. Дмитрий Добродомов. А вы поддерживаете решение СНБ? Ну, я поддерживаю решение, однозначно, но оно надто запизнило. И я не поддерживаю мотивацию этого решения. То есть, когда стояли блокировщики там, то и уряд, и президент называли это, что это экономический коллапс, энергетическая кризис, поднятение курса доллара и все остальное. А если только в олигарха одного-другого забрали заводы, то сразу сделали блокаду и теперь все ее дружно поддерживают. Я как раз хотел на этом акцентуровать внимание. Очень важно. За три года не было стратегии в этом вопросе. Згадайте, пожалуйста, рукописы не горят. Два года назад, я заявляю, цитую, слова генпрокурора Яреми, что торговля с окупантами – это прямое финансирование терроризма, которое подпадает под криминальную ответственность. Что изменилось за эти два года? Еще несколько месяцев тому мы слышали то, что я сейчас сказал, теперь мы снова перейшли в этот бік. Меня и другие непокают в этом. А за три года то, что эта торговля происходила, она хоть на крок наблизила нас до решения вопроса на Донбассе, но я просто пытаюсь ответить на ваши вопросы в данном контексте. Потом, важный момент. Уряд хочет перекласти с хворой головы на здоровье. Я напомню, 17 липня 2015 года мы в парламенте приняли закон о борьбе с терроризмом. Там мы обязали кабинет министров визначити перелик товаров и порядок их перемещения. За полтора года ни уряд Яценюка, ни уряд Гойсмана палец в палец не ударили. Поки не вийшли люди, блоковальники. Так, там присутствует еще и часть политики. И я бы хотел порадить как раз политикам в зале Верховной Ради. Так, нарешті прийняти закон про окуповані території, так, и регулировать это вопрос. Так, и это было бы не лучше в данном случае, в данном случае, а выходом, принадлежно, законодавчий. Ну и остальное. Кажут, что сейчас полная блокада. У меня тогда вопрос, эти заводы, которые сейчас там работают, энергетика, вода и газ, которые идут из украинской территории, они дальше туда идут? Так, про какую мы блокаду тогда говорим? И за какими, до речи, ценами, за какими ценами, так, и за какими по коммунпослугах платят на тю территорию? Безкоштовно, правильно, безкоштовно. Тому, знаете, это такая двояка. Вот мы тут перекроем, так, поэтому я считаю, что одна из мотиваций перекрытия этого, одна из мотиваций перекрытия этого, вытеснить блоковальники звитом, перекрыть это, а далее мы не будем даже знать, что там будет делать, и что, куда будет. Но сейчас мы будем говорить обо всем, об этом обязательно. Хатьяна Остряка. Скажите, пожалуйста, самопомощь на сегодняшний день довольна? И чем блокада СНБО отличается от блокады активистов и политиков, в том числе большинство из них были из самопомощи, как раз, которая была до этого почти два месяца? Знаете, с этого привода можно лишь сумно пожертвовать, что для того, чтобы установить правильную блокаду, нужно было разогнать неправильно. При этом та неправильная, она спричиняла до многомиллиардных взбитков, а это правильная, это абсолютно верное решение, которое не спричинит шкоди экономике. Это жарт, безумовно. Теперь, что до самого решения РНБО. Можно сказать, что держава, наконец-то, начала чути своих людей, которые начали эту блокаду, потому что ее начали не политики, а ее начали люди. И тут было бы, доречно, с юридической точки зрения, разобраться с решением РНБО, а насамперед разобраться с указом президента, каким это решение РНБО введено в дию. Потому что, если уважно вивчити этот указ, там бракуя юридичной визначенности. Он посылается на еще три указа. То есть, торговлю с окупованными территориями заборонить, но действовать в соответствии с указом. Первые два из них еще 2014 и 2015 года, там, где действительно вводятся жорсткие заходы обмежения и контроля. А другой, который уже датировал с сечнем 2017 года, он, знаете, позволит торговлю, перелик и так далее. Поэтому тут еще нужно очень сильно разобраться. Один указ, вказанный в указе президента, соперечить другому указу. И поэтому мы и требуем, чтобы для имплементации этого решения РНБО были, по-перше, жорсткие дии официйные щодо официального контроля с боку органов государственной влады Украины вантажив, а, другим, чтобы обязательно был громадский контроль. Понятно. Максим Курищич. Вот смотрите, Татьяна начала. Татьяна начала, а вы продолжите. Ведь действительно почти два месяца власть рассказывала украинскому обществу о том, что Украина несет потери от блокады. Назывались цифры от миллиардов гривен до миллиардов долларов. На сегодняшний день, можете четко разъяснить, какие потери будет нести Украина от решения СНБО? Точных цифр пока что нет. Их предстоит ощутить каждому украинцу на собственном кармане. Но когда вот сейчас, сегодня, вот уже эмоции подутивны... Хорошо, тогда у меня сразу вопрос уточнили. А какими цифрами вы оперировали предыдущие два месяца? Как минимум 32 миллиарда гривен, которые поступались от украинских предприятий, которые вынужденно находились на той территории временно оккупирования. Я вам подсказочку вот на стену вывел. РБК Украина со ссылкой на источники в администрации президента и в Кабмине подсчитали. Сегодня выдали цифру от 35 до 70 миллиардов гривен. Вполне возможно. Вполне возможно. Но самое главное, я хочу сейчас спокойно, без эмоций, ввиду того, что появилась возможность подвести в предварительный анализ, все-таки определиться с понятиями. Решение РНБО это очень болезненный, очень трудный, но необходимый шаг. И этот шаг Рада Национальной Беспублики и Обороны Украины сделала как реакцию на последствия псевдоблокады. Друзья, я называю именно псевдоблокадой те действия, которые осуществлялись на протяжении двух месяцев. Почему? Потому что блокировался легальный украинский энергетический рынок и легальная украинская металлургия. В то же время, и параллельно, и одновременно, контрабанда и те потоки, которые шли через серую зону, они не останавливаются. Максим, хорошо, скажите, украинская металлургия и украинский вообще легальный рынок, они не почувствуют на себе решение СНБО? Новые блокады? В том-то все и произошло, что я всегда разделял блокадников и организаторов блокады, те, которые воспользовались эмоциями и патриотическими чувствами людей и настроениями в обществе, и очень умело ими манипулировали. И в результате действий этих организаторов блокады произошли как минимум два последствия. Первое последствие. Они создали условия, эти организаторы для блокады, создали условия для боевиков и террористов захватить украинские предприятия, которые там работали. Раз. Они создали условия для Москвы и боевиков обвинять сегодня официальный Киев в срыве Минских соглашений и создание предпосылок для гуманитарной катастрофы. После того, когда украинские предприятия оказались в руках боевиков, в руках террористов, вести с ними экономические отношения. Россия использует любой повод. Решение СНБУ тоже использовали. И говорят о том, что мы отрезаем от себя территорию. И именно после того, когда украинские предприятия оказались в руках боевиков, в руках террористов, вести с ними экономические отношения, это будет означать финансировать терроризм. И после этого Украина может забыть о всех исках в ГААГе, во всех международных инстанциях, и такого не будет. Это абсурд. Самое время, спасибо, Максим, мы вас поняли, самое время подключить к разговору экономического эксперта, и такой у нас есть Олег Устенко. Скажите, пожалуйста, вы можете более подробно остановиться на возможных экономических потерях? Цена этой блокады для Украины и применительно к жизни каждого украинца, простого. Несколько таких больших последствий. Прежде всего, явно негативный импульс для ВВП. Очевидно, что тот рост, в который не все, и я лично не очень верил в 3% ВВП в этом году, скорее всего, будет находиться либо в нулевой зоне, либо покажет отрицательный рост, колоссальный вызов. Второй большой вызов, это так называемый двойной хук, который получит гривна из-за того, что говорят правильно. С одной стороны, мы брали металлургию, которая шла у нас на экспорт, сразу минус к нашему торговому балансу. Параллельно с этим деньги, которые мы тратили гривну на покупку угля с той территории, мы вынуждены будем тратить на реальный импорт. Это вот этот второй хук. Но тратить мы уже будем не гривну, а доллар. Будем тратить доллары, торговый дефицит расширяется, расширение торгового дефицита в любой стране вызывает дополнительную серьезную девальвационную нагрузку. Очевидно, что курс на уровне даже 30 будет сохранять крайне сложно. Даже на уровне 30 сложно? Очень сложно. Так что, готовиться к 35? Я не говорю, к чему готовиться, я говорю, что 30 выдержать будет крайне сложно. Следующий возможный вопрос, который должен возникнуть, это, конечно, вот эти 35-70 миллиардов гривен, которые вы выводили на экран, не до получения в бюджет. Дефицит бюджета, оговоренный параметр со всеми международными финансовыми институциями и приняты проголосованные Верховной Радой Украины на этот год 3% ВВП. Если даже верить в 35 миллиардов долларов и гривен, нас это автоматически отбрасывает в дефицит 4,7% ВВП. Здесь становится под колоссальный вопрос возможность сотрудничества с МВФ и международными финансовыми институциями. Плюс возникает серьезнейший вопрос, связанный с тем, как он будет фондироваться. И здесь я вижу колоссальную опасность, связанную с тем, что, возможно, монетизация вот этого дополнительного дефицита. Монетизация это раскрутка инфляции. Хорошо, Олег, хорошо, мы понимаем, риски есть, да? Цена есть, она высокая. Украина может это все осилить? Украина может это осилить в одном случае. Если вдруг по мгновению волшебной палочки или по политической воле мы начнем проводить не просто быстрые реформы, а стремительные реформы. Стремительные реформы, которые обеспечат быстрый и даже опережающий экономический рост не на уровне трех. Мы же уже три года стремительно реформируем. Вот ответ. И если это невозможно сделать в силу политического ландшафта, в силу каких-то распри, которые раздирают фрагментированную Верховную Раду, в силу целого большого такого социального давления, которое возникает напряжение в обществе, то это означает, что фактически мы начали падение в пропасть. Но мы поняли. Спасибо вам. Николай Скорик. Мне бы хотелось сказать еще об одной реакции, которую мы сегодня не сказали. Первая – это реакция наших гарантов Минских соглашений Франции и Германии. Обязательно скажем, но чуть-чуть позже. Которых четко сказали об отрицательном отношении к этому шагу РНБУ. Точно такое же заявление сделал Госдепартамент Соединенных Штатов Америки, мнение которого для нас априори имеет достаточно большое значение на сегодняшний день. Мне бы хотелось спросить у тех, кто вводил решение РНБУ, кто блокировал, потому что достаточно интересная ситуация складывалась. Сегодня руководство страны говорит о том, что блокада – это плохо, завтра делает решение РНБУ о том, что это хорошо, а сегодня премьер говорит прямо опять же о том, что это плохо, и блокада приведет вот к тому, о чем сказал наш уважаемый эксперт. Хотелось бы спросить о том, какие должны быть шаги, то есть что видят перед собой в качестве цели организаторы блокады. Насколько я понимаю, главная цель у нас, у всех, может быть только одна – это восстановление территориальной целостности нашей страны и прекращение на ней боевых действий. Для того, чтобы это сделать, весь мир определил нам, и мы это прекрасно понимаем, другого варианта у нас нет, это реализация Минских соглашений. Наши гаранты Минских соглашений сказали о том, что это шаг деструктивный. Поэтому мое мнение о том, что это идет вразрез с международными обязательствами Украины, это идет вразрез с интересами Украины экономическими, о которых только что сказал эксперт, это идет вразрез с интересами украинского народа и украинского государства в целом. Спасибо. О международной реакции мы обязательно поговорим, я обещаю. Игорь, вы же поддерживали блокаду, правильно? Вы поддерживаете блокаду. Потримую, питримую и буду питримывать. У меня сразу к вам вопрос. Вам, как кажется, вот обе стороны этой ситуации, вы верите в то, что они просчитывали все возможные сценарии развития ситуации после введения блокады? Просчитывали цену этого вопроса. И второй вопрос сразу же вам. Верите ли вы в то, что сложатся так в Украине обстоятельства, что эту блокаду мы отменим? Желательно ближайшее будущее. Желательно потому, что мы вернем эти территории. Понятно, да? Почему ближайшие? Ну, по-перше, я верю, что в ближайшие годы у нас действительно будут возможности, в том числе и для звездного компонента повернения этих территорий. Я впевнен, что этот момент настанет. Что касается так называемых сторон, ну я точно знаю, что никаких стратегий в администрации президента щодо окупованных территорий у нас нет. Поэтому мы слышали постепенно эти меседжи и мы видим суперечливые действия. Хотел бы сказать про очень важный момент, насколько совпадает концепция этой блокады, которая была и которая сейчас снова стоит, с Минскими угодами. Так я скажу, что действительно есть большая проблема. Эта блокада, она не предназначена Минскими угодами. Но, по-моему, нет никакого положения в Минских угодах, которые побачивают, что такой блокадой не мусить будет. Но эта блокада мусить будет связана с Минскими угодами в каком-то моменте? В моменте первого и найважливого, на мой взгляд, на сегодня, в нынешнем моменте их пунктов. А именно, повернение наших заручников. В Минских угодах предположено повернение заручников. Натомисть, условия блокады на сегодня есть меседжение наших предпринимателей под какой-то украинский контроль. Где вообще в Минских угодах? В Минских угодах, чтобы вызвать полоненных. Мы можем преимуществить наших партнеров, которые восстановляются выполнять Минские угоди. И такими методами, я считаю, мы должны поддерживать весь мир. Но когда мы ставим какие-то материальные интересы, в основном Рината Леонидовича Ахметова, под эту блокаду, это выглядит в супережь Минским угодам. То есть мы откидываем Минские угоды и давайте нам предприниматься Ахметову назад. Вот до чего приводится эта блокада. Поэтому, конечно, нужно вернуться к тех требований, которые были с самого начала гражданности, которые стартовали блокаду, что полоненные должны быть вернуты. И это условия блокады. Конечно, гражданинская не могла заблокировать все. Это очевидно, это невозможно. Сейчас на уровне государства заблокировано. То есть давайте вспомнимаем Минские угоды и примусим террористов и покупателей... Ну понятно, мысль понятна. Игорь, я могу только добавить, ну, вы сказали, что у власти не было стратегии. Я не увидел, если честно, стратегии и со стороны тех, кто организовывал блокаду. Но не могу я увидеть следы стратегии или какой-либо логики в поведении народного депутата Поросюка, который рассекает по зоне, там, где проводится эта блокада, с пистолетом. Кто нападал на кого, мы не будем это обсуждать. Кто виноват? Полиция, Поросюк виноват. Пусть с этим разбирается Генеральная прокуратура. Но логика и стратегии, по-моему, давайте уже тогда будем объективны, ни одна, ни другая сторона тоже не отличались. Я скажу, что была все одна сторона, если мы уже раскладываем на Поросюка и другие, была, кроме Поросюка, еще одна сторона, которая была зацикавлена и остается зацикавленной в этой блокаде. Это те, кто хочет, как Ахметова, конкурента, усунуть от этой возможности, поставлять из своих шах, вот это энергетическое вугилье и коксивное. Это альтернативный энергохолдинг, который, власне, я думаю, зацикавленный в этой блокаде, в том числе и материально. И то, что сейчас происходит абсолютно, формирование экономических умов под его форму, под его функционирование. Когда из России через Курченко можно будет закупать... Валентин Наливайчев, вам снова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Насправді, дуже важливо розуміти, и вы дійшли зараз в дискуссии, до главного компонента, чему так сталося. И от этого строить план, что делать дальше. Сталося, насправді, за последние два года. Величезная коррупция, величезная черная дырка, которая, так называемая, на тимчасово окупованных территориях, через все экономические або коррупционные риски, створила ситуация, когда так называемая торговля, насправді, перетворилася на побори з однієї сторони и з другої. Тому говорить про то, что как-то можно было зупинити это, окрім, как добровольцы втрутили в ситуацию, это неправда. Тому, когда добровольцы втрутились, они зупинили, первое, это бизнес на войне. С двух сторон, причем. Тут не можно разделять, кто там из них краще крав гроши на этом. Тому и экономические аргументы, что это, каким-то образом вплине або не вплине, нужно понимать под грунтой, власне, этой торговли с агрессорами. Величезные деньги, поза и украинской экономикой, а на вантажение, на кого? На граждан Украины, которые выплачивали за высшую цену, за свои тарифы, которые пришли, и, власне, давила высокая цена на вогилля, така коррупционная, где? В украинском рынке. Это первый важный момент. И второй, что же делать? Робить, самое главное, мают уряды, это ответственность влады и президента, и РНБО, и уряду, опубликовать все контракты, если хоть один из них был, за которыми завозилось вогилля, и не только. Другой, провести антикорупционное расследование и вернуть в бюджет. Шановные, кто где крав назад в бюджет? Подопоможите украинской экономики, а, самое главное, обороноздательные страны. И третье, после этого только решать, как дальше делать, выходя из одного национального интереса, возвращение тимчасово окупованных территорий. Как дальше делать, это действительно главный вопрос, которое мы должны ставить и в себе, и власти, и в общество на сегодняшний день. Александр Берегенец, вас прошу долучиться до дискуссии. Что делать? Я повторю вопрос, что делать для того, чтобы эту блокаду снять? Вы верите в то, что, возможно, такие условия, передумовы будут уже в ближний час? Ну, я думаю, что, если... Я маю на увазе, что это не только политическое. Если нашей владею вдастся доказать наших партнеров в Европе и в Америке, что те три условия, которые были поставлены РНБО, а их было три условия, это выполнение первого и второго пункта минских договорностей, один из которых, это прекращение огня, а другой – обмин полоненными. И третий – пункт повернение предприятий будут выполнены, и этот тиск будет действовать не только украинской владой, а и нашими партнерами, тогда, конечно, такое может происходить. Я вам скажу, что моя позиция, ну, такая. Вот Игорь только что сказал правильные вещи, про то, что люди, участники боевых действий, очень хотят повернуть полонених. И они, как понимали, так и пытались это сделать. Одну из форм, они выбрали блокаду. Но у блокады было два гасла. Одно гасло – это повернуть полонених, и мы видели это гасло. Друге – прекратить торговлю на крови. Я хотел спросить Игоря, Игорь, если бы повернули полонених, тогда бы торговлю на крови можно было проводить? Ничего. Чего? Потому что, на самом деле, торговли не было. Было ввезение в Украину украинского вугиля. Когда мы говорим о том, что была контрабанда, были незаконные перевезения, да, они, конечно, были. На жаль, сегодня можно говорить о том, что этот сектор в Украине очень большой працет. Но, как мне кажется, и я изучал опыт Израиля в этом плане, они завжди в Израиле делают так, в отношениях с Палестиною, припустим, как выгодно Израилю. Если нужно что-то продавать, они продают. Александр, Александр, там все не так просто. Я тоже готовился к этой программе. Там все не так просто. Мы обязательно об этом чуть-чуть позже поговорим. Но я хотел сказать, что главная мета в любых действиях, которые делает Украина, должна была, если это возможно, это должно быть то, что принесет наиболее пользы Украине. На жаль, та ситуация, в которую попала Украина сегодня, в том числе с введением блокады, она очень сложная для Украины. Это правда. Но я очень надеюсь, что выход будет найден. Игорь, вам короткая ремарка, а затем Сергей Мельничев. Все правильно. Я только одно из уважений скажу, что торговля с той стороны была бы неможлива, если бы местная оккупационная влада не получила свой зиск, экономичный, в первую очередь. Частину вы говорите, отримали и простые украинцы, которые опинились в этой ситуации, они вимушены выживать в режиме оккупационной влады. Россия не финансирует аниме рублем ДНР и ЛНР. Они на самооккупальности до сих пор живут. Лише зброю им дают. И все. Ну, извините, извините, тут я не могу погодить. Я не могу тут погодить. Мне кажется, что они выжили, потому что они долго, а пока они существуют уже не первые годы. Сергей Мельничук, извините, давайте трошки... Я просто хотел сказать, сколько полонинных за два месяца? Максима, мы будем давать слово всем по черзі. Максима, всем по черзі. Не было извольнено полонинных, я вам ответил. Я знаю. Сергей, пожалуйста. Я хочу розпочати свою частину выступу с того, что 11 числа этого месяца я был в Месті Щастя, ехал по дороге Купян, Святове, добрался до самого ТЕЦ, Щасинська. Что я вижу по дороге? Это же та трасса, которую фактически со стороны Луганской области заблокирована. Я нараховал. Я не брал автомобили, которые выезли зерно, я не брал автомобили, которые выезли в уголе. Я нараховал только автомобили, 40-тонники, 36-тонники, 40-тонники, которые выезли пальне. Так вот, мне на встречу проследовало 17 автомобилей, которые выезли пальне, контрабандное. На зворотном шляху я обогнав 8 автомобилей. Из них один, который выез спирт. Вот это вам, какая блокада. Это, я говорю, еще раз напомню, когда это было? Это было 11 марта. Березь. 11 марта. Что я этим хочу сказать? Блокада, там из первых, как был постоянно контрабас, он так и будет. Его перекрытия будет очень тяжело. Сергей, но давайте поточнимо. Это было до решения СНБО еще. Краина за три года не подготовила им ни места для перемещения, ни запеспечила их рабочими местами и так далее. Потому что зараз предприятия закрываются, им нужно было семьи кормить. Как они? Они сюда не приедут. Они приедут на заработки в Россию. Ни пополнять ряд этих самых банформирований. Мы поставили людей, наших, украинских людей, поставили там в такую позицию, что они будут нас ненавидеть. Но, на жаль, тут сложно не погодить, и, действительно, выбор у них невелик. И даже тот самый ОПО-Блок, он програв в том, что он потерял свои выборцы. Вот и все, все програли. Кирилл Куликов, вы хотели уточнить, а следующий, Олег, вы? Да, я хотел сказать, что я, конечно, практически все аргументы, они правильные, они звучат. Но, если отнять одну, ну, просто вынести за рамки одну вещь, что в этом всем конфликте нет интереса народа Украины. Что те, что другие, абсолютно не заинтересованы в интересе граждан, которые проживают в этой стране. Я уверен, что, наверное, среди блокадников много людей идейных. Я уверен, я так думаю. Но, извините меня, пожалуйста, в этой стране все прекрасно знали, что уголь на территорию Украины поставляют три компании. Одна Рената Леонидовича Ахметова, две, так сказать, находятся в постоянном дерибане. Цена выросла, так называемый Роттердам плюс. Ни мешка угля из этого бедного Роттердама не заехала в Украину. Мы получали на этом суперприбыль. Сейчас это остановилось. Тут, скорее, вопрос не экономический, тут вопрос морали. Мы три года воюем. Извините, вот еще, у нас правительство объявляет чрезвычайное положение в связи с блокадой на энергетическом рынке страны. В это время мы узнаем, что за январь, февраль месяц экспорт электроэнергии вырос на 37%. Может, я идиот, а может, наше правительство победило законы электротехники. Ройсман против ОМА. Он доказал, что можно все-таки так поступать. Как такое происходит в стране, где чрезвычайное, вдумайтесь, положение на рынке электроэнергии, а мы являемся экспортером. Но, с другой стороны, ваш праведный гнев был бы уместен, Кирилл, извините, в том случае, если бы страна действительно стала жертвой верных отключений. Пока этого не произошло. Поэтому обсуждать тему увеличения экспорта я не вижу уместна ли здесь сейчас это. У нас приблизило все, что будет новый формат перемога. Себе позволите это дело. Будут перемога, потому что людям залезли в карман. Глубоко эти люди не выдерживают. Сколько уже задолженность? Там под 100 миллиардов. Но о чем мы говорим? Понятно, Кирилл. Спасибо, Олег. НБО заблоковать торговлю с окупованными территориями. Что это дало? Сколько раз я, и, я думаю, мои коллеги обратились, чтобы закрыть российских банков на территории Украины або хоть введение санкций? Сколько мы обратились, чтобы российский бизнес не работал на территории Украины? Ноль уваги. Только террористы захопили предприятие Ахметова. Ну, понятно, что, наверное, влада имела там долю. Сразу санкции для российского бизнеса, что это позитивно, санкции для российских банков в Украине. Відповідно, есть от этого позитив великий. И что к пикетовальникам теперь, влада решением РНБО легализовала зараз пикетовальникам воинов АТО громадских активистов этим своим решением заборонить торговлю с окупованными территориями. Потому что и даже народные депутаты мы должны контролировать и смотреться, если везут туда вугилья или извините сюда. То есть торговля или нет. То есть полная легализация. Что касается экономической безопасности на самом деле терминовые реформы, борьба с коррупцией. И скажите, пожалуйста, режим Януковича вывез из Украины десятки миллиардов долларов. Сколько было правоохоронными органами назад до бюджета повернуты? Копейки. Треба эти миллиарды повернуть до украинской державы. И таким образом мы решили экономичные питания. Раз уж вы заговорили о терминовых реформах, хочу напомнить, что этого уже украинцы есть и даже устали ждать. По-моему, этого устали ждать наши западные партнеры. О них сейчас поговорим. Первой реакцией, которую мы получили от мира, была реакция фактически от госпожи Меркель, это заявил ее пресс-секретарь. Она была достаточно жесткой. Сейчас на стену нам вывели представитель канцлера Ангелы Меркель Штефан Зибер сказал о том, что национализация на неподконтрольной территории признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. То есть не выполняются минские договоренности. Не более радужной была реакция официальной Франции. Официальный представитель французского МИДа Ромен Надаль сказал, что Франция обеспокоена решением украинского правительства, принятым 15 марта. Все это было, особенно что касается высказывания со стороны Германии, все это было накануне важной встречи, первой встречи Ангелы Меркель с Дональдом Трампом, на которой, как мы и надеемся, будут говорить об Украине. Сместятся акценты после произошедшего в Украине в этом разговоре по поводу Украины или нет, пока, наверное, сказать сложно. С нами на связи мой коллега Дмитрий Анопченко, он в Вашингтоне работает, сегодня следил за встречи Дональда Трампа, Ангелы Меркель и присутствовал лично на пресс-конференцию, которую дали два лидера после того, как пообщались, наконец. Дмитрий, скажи, пожалуйста, закончилась ли уже эта пресс-конференция, есть ли уже какие-то подробности и, конечно, самый главный вопрос для Украины, говорили ли о нас или нет? Леш, ну для меня это тоже был самый главный вопрос и скажу, что, увы и ах, об Украине практически не говорили. Ну, частично, потому что это был протокольный формат и дали по два вопроса от каждой стороны, два немецких журналиста, два американских, а их интересовали все-таки куда более насущные сегодня темы, та же прослушка, те же темы, которые сегодня в новостях, частично, потому что, может быть, администрация Трампа не хотела, чтобы те, кого, ну, называют фейк-ньюс, задали вопрос по поводу России, но, увы, вопросов по поводу России и Украины не было. Ну, единственное, было вот такое протокольное заявление, которое написала команда Трампа, он когда начинал подход к прессе, озвучил буквально несколько слов и вот там он сказал, что я благодарю канцлера Меркель и французского президента за ее вклад в урегулирование конфликта в Украине, в котором мы ищем мирное решение. Ну, в принципе, ничего больше. Почему так случилось, тоже можно говорить. Ну, наверное, моя задача просто принести вам новости, вы в студии сможете это обсудить. Ну, вот так произошло. Мы обязательно это обсудим. Дима, скажи, пожалуйста, вот по итогам этой встречи, холодная она была, теплая она была, что говорят в Вашингтоне? Твое мнение, получится выстроить диалог у этих двух лидеров? Ну, очень простая история. Это хорошо. Да, очень простая история. Достаточно было посмотреть на лица президента и Меркель, вот когда была протокольная съемка, очень короткая, и когда они вышли к прессе. Нахохлившаяся, как воробушек, Меркель, момент, который вот явно в Фейсбуке разлетится, сегодня буквально через несколько часов, потому что фотографы кричали и просили президента еще раз пожать руку. Он их проигнорировал, сделал вид, что он не расслышал, либо, может быть, действительно не захотел пожать руку. Достаточно отстраненно, достаточно холодно. Они вышли на пресс-конференцию, то есть было видно, что разговор не задался. Это очень удивительно, хотя бы потому, что вот за это время, когда здесь была снежная буря, когда визит перенесли, немецкие дипломаты, которые работают здесь, в Вашингтоне, они слили журналистам, сказали, что Меркель готова не обсуждать вопросы, где нет общего языка с Трампом, не обсуждать те вопросы, которые вызвали бы какое-либо охлаждение, что, мол, она едет сюда только для того, чтобы, ну вот, проторить эту дорожку в Вашингтон, установить хорошие отношения. К сожалению, к сожалению, не получилось, может быть, получится дальше, но вот сегодняшняя встреча, она еще продолжается, запланировано было так, что пообщаются, выйдут в прессе, потом обед, ну а потом будут сидеть столько, сколько получится. Спасибо, Дима, спасибо. Я всегда говорил, что мой коллега Дмитрий Ановченко ради работы готов на невозможное. Теперь мы увидели, что за полсекунды он может договориться даже с американской полицией. Дим, спасибо огромное за работу. Это был Дмитрий Ановченко из Вашингтона. Я добавлю, только что, только что я получил сообщение о том, что Меркель высказалась все-таки по поводу Украины. Я процитирую, я процитирую, послушайте, цитата очень интересная. Мы должны найти решение проблемы Украины, это должно быть безопасное решение, но отношения с Россией должны улучшаться так же, сказала она вот только что на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с Трампом. По словам Меркель, Трамп поддержал минский процесс, канцлер подчеркнул, что минский процесс является хорошей базой для урегулирования ситуации, но, к сожалению, процесс урегулирования не завершен. Тарас Загородний, попрошу прокомментировать тебя, наверное. Ну, знаете, суровость украинских законов завжди невилюется на обовязковость их выполнения. Думаю, все-таки, в той ситуации, что склалася, будет какое-то половинчатое решение, которое де-факто будет реализовывать за многих причин. По-перше, предприятие Ахметово может працать только в комплексе и ринком сбуду его продукции может быть только в Украине. Как бы мы ни говорили, в России это никому не нужно. Подприятие может, теоретично, быть порезано на брухт. Но вопрос в том, что Россия, все-таки, зацикавлена в том, чтобы они работали. Какие-то, какие надходления до бюджета ЛНР и ДНР будут и есть, потому что Российская Федерация полностью их финансировать не будет. Поэтому, все-таки, блокада будет половинчата, скорее всего, потрапляти, продукция будет, працювать, не будут напрямую домовляться с террористами, которых захопили, або через прокладки, або с чем с этим связано. По-третьему, чему? Но мы вышли, наконец-то, наша влада и вообще более-менее понимала, как мы выходим из тупика, который поставил нас Минск. Мы идем все-таки на заморожение конфликта, тогда мы выходим, что мы забираем полоненых, мы выполняем безопасную часть, если говорим, например, нашим захидным партнерам, восстановляем торговлю, как это за принципом Приднестровья, расширяем тогда гуманитарные программы, воюем за сердца людей, которые там находятся на той территории, с ними общаемся. Только в таком формате мы идем до решения все-таки этого вопроса, потому что Украина должна выходить из этого конфликта и мы тоже должны предложить или мы предложим свой формат, или за нас предложим этот формат Западной страны. И это будет очень плохой формат, потому что это будет решать за вас. Мы должны предложить Спасибо, Тарас. Валентина Ливайченко, вы у нас частый год в США и с политиками там общаетесь. Скажите, есть ощущение, что мало очень говорили Трамп и Меркель об Украине или возможно мы слишком много ожидали от этой встречи? Давайте приводкрием насправді что команда Трампа готовила и я уверен, что он озвучил в переговорах с Меркель. Первое и главное для них была и ее экономика раз и питание НАТО насамперед каждого выборца и БМВ и до Крайслера которые говорят которые говорят что решение СНБО о блокировании и реакция Европы острая на это решение может и вывести Россию хотя бы из-под части санкций Борислав Береза вы как считаете? Есть такой риск? Я хочу кое-что сначала маленькая реплика своему коллеге Израиль не торгует с территорией которая у него аннексирована Израиль торгует с Палестиной обещаю подробно расскажу чуть позже Теперь второе Утро сегодня я провел общаясь с немецкими дипломатами Мы обсуждали именно то что происходит сейчас в Европе мы обсуждали то что происходит в рамках встречи Меркель и Трампа Ситуация заключается в следующем Усилять санкции никто не будет Это уже четко все осознали И действительно есть очень громкие заявления о том что большого бизнеса о том что им тяжело и они хотят послабления Об этом говорит Франция об этом говорит Италия Испания и Греция И об этом говорят достаточно громко Немцы признают что только благодаря усилиям госпожа Меркель удается сдержать всю эту очень неустойчивую конструкцию На сегодняшний день они также признают что минские договоренности не работают абсолютно На мой вопрос вы понимаете что это приводит к еще большей эскалации конфликта еще большим жертвам они сказали да конечно же и в ближайшее время когда мы окончательно понимаем что не работает схема схему будут менять но альтернативы в данный момент ни у кого нет есть одна из озвученных один из озвученных вариантов это Германия США Британия и Россия обязательно Россия как один из вариантов посадить Россию за стол переговоров Россия хочет вернуться в J7 все об этом знают и на сегодняшний день идут как раз переговоры что в рамках возвращения в J7 на этой платформе будет обсуждение поэтому замена Минску есть и сейчас международное сообщество без нас это ужасно это правда и сейчас надо четко понимать что пока идут такие переговоры Украина находится за рамками этих разговоров соответственно наша позиция должна быть более активна и на сегодняшний день нам необходимо вклиниваться нам достаточно быть объектами мы должны получить свою субъектность я очень рад что Германия и США и Франция высказывают как там что они высказывали свою озабоченность озабоченность мы принимаем озабоченность мы принимаем обеспокоенность и озабоченность наших партнеров но гораздо важнее для Украины принимать во внимание мнение граждан Украины национальной безопасности и внутренней заходе и капли сейчас специально посмотрю 45 минут примерно 10 15 миллионов человек которые смотрят сейчас Интер эту передачу вместе со мной 45 минут слышали эмоции людей которые не были в реальной экономике в реальном секторе экономики в энергетике о Донбассе о блокаде и о внешней политике какая Тэтчер какая Семерка какой Путин какая блокада мы живем о стране мы живем в стране где минимальная заработная плата минимальная чуть больше 100 долларов на которую невозможно прожить мы живем в стране где нет дорог мы живем в стране где пенсионер неким волшебным образом выживает на одну тысячу гривен не то место блокировали эти ребята блокировать необходимо было Верховный Совет и требовать перевыборов теперь я объясню почему не честно торговать с Востоком и никто не знает весь всю глубину цинизма этой торговли с этими оккупированными территориями почему потому что реально там было так мы отправляем туда деньги эти деньги предприятия на той территории выводятся в кэш обналичиваются и на шахтах которые контролируются бандитами покупается за мал уголь по 400 по 500 гривен это несправедливо и нечестно но вместе с тем уважаемая самопомощь нечестно и неправильно и абсолютно антиукраински заходить в конфликт как это делал Поросюк Семенченко говорить с президентом с премьером с Верховным Советом через иди туда и сюда понимая что после этого невозможно съесть за стол переговоров и жертвами в результате станут десятки миллионов людей поэтому я лично вижу выход только один единственный мы должны обязательно идти на новые выборы мы должны тотально перезагружать власть причем на все выборы на все абсолютно мы должны привести абсолютно новые свежие молодые силы в парламент потом в Кабмин избрать провести выборы президента избрать молодого президента желательно социал-демократа мы должны построить новый курс вот эти законы я 50 минут ждал вот слушал это мы должны создать новый курс и новую индустриализацию вот послушайте новая индустриализация беречь каждое рабочее место я руководил когда-то был самым молодым директором предприятия в СНГ я знаю что такое потерять одно рабочее место и создать одно рабочее место одно новое рабочее место стоит 30 тысяч долларов это невероятный труд выжить предприятию за последнее время руками международного валютного фонда олигархам и теми кто управляет страной поэтами и писателями страна доведена до предела до дна мы полностью деиндустриализировали Олег Устенко покинет нас после первого часа поэтому я обещал вам слово пожалуйста я вот что скажу еще есть важный аспект вот в обсуждении блокады действия РНБО это та территория и мне кажется что вот надо что понимать во первых надо помнить что во всех тоталитарных обществах а то общество квазиреспублики они тоталитарные или военизированные как угодно когда идет ухудшение экономической ситуации оно обязательно там произойдет в тоталитарных обществах идет консолидация вокруг той власти которая есть какая бы она ни была и это означает что вот подобными родоподвижками пусть даже самыми хорошими мотивами идущими от сердца и от души и даже не в поисках каких-то денежных интересов мы должны понимать что там вот этими действиями мы отворачиваем от Киева от центральной от основной Украины людей возможен риск связанный с консолидацией там и второй момент который мне кажется тоже надо помнить для анализа и я согласен вот с выступающими частью предыдущими когда мы говорим про Украину очевидно это высококоррумпированная сторона 130 место из 166 стран согласно Transparency International рейтингу коррупции и коррупционный налог в этой стране составляет порядка 20% мы говорим о перемещении товаров в 3 миллиарда долларов через границу это значит и американцы правильно говорят если ты не знаешь четко мотив follow up the money и в данном случае мы говорим о 600 миллионах минимум долларах которые движутся и в одну и в другую сторону и поэтому те кто идет от души могут продолжать верить свои совершенно замечательные идеи но есть очень серьезный денежный интерес в размером минимум 600 миллионов долларов которые тоже надо вычислить и держать в анализе грубый денежный интерес к сожалению заставляет меня вас перебить у меня есть обязательство перед нашей рекламной службой мы уходим на рекламу вернется очень скоро Татьяна Острикова с вас хочу начать мы уже многие аспекты обсудили да не коснулись только ну некоторых не коснулись среди них и гуманитарный аспект блокады оккупированных территорий Олег Устенко начал перед уходом первой части помните он говорил о том что еще вопрос в какую сторону развернутся люди наши соотечественники которые вынуждены сейчас жить под оккупантом и мы так не посочувствуешь блокада оставят их сторонниками Украины или все-таки развернет лицом к оккупантам на сегодняшний день те люди наши украинские люди которые перебывают в оккупации они никаким не защищены нормами международного гуманитарного права и это сталося в нас и до того что мы не вызнали оккупованные территории оккупованными Россию государством оккупантом поэтому чтобы это сделать уже больше года в парламенте зарегистрировали законопроект про оккупованные территории и все те извернения от местных громад которые на сегодняшний день являются в поддержке блокады они имеют одну вимогу ухвалить закон про оккупованные территории и я хочу еще повернуться до вашего попереднего питания вы сказали что есть думки экспертов что начебто через блокаду через решение РНБО Европа санкции я хочу это не санкции пулями сюда воюют а прежде всего воюют за тех людей которые на этой земле проживают потому что земля без людей это мертвая территория и те украинские предприятия которые находились под украинской юрисдикцией оставались с тем островком украины которые получали украинскую гривню которую мы поддерживали те семьи этих людей и сегодня они останутся и сегодня и сегодня они останутся полностью без влияния родины Украины вот такая ситуация поэтому но я хочу еще всем сказать о том что перед нами сегодня стоит действительно большая задача нам предстоит убедить и объяснить всем нашим западным партнерам логику и последовательность всех этих событий но самое страшное и самое главное что люди должны понимать что те возможности которые мы хотели сделать уже в этом году и увеличение пенсии как минимум на тысячу гривен и увеличение роста экономики сегодня действительно стоит под угрозом да нам придется в чрезвычайном положении в чрезвычайном положении полностью пересталить экономику единственное что я хочу от себя отметить планы конечно у вас грандиозные по поводу убеждения наших западных партнеров пока западные партнеры снова повторюсь настроены не очень оптимистично нам бы разобраться с нашими полезными идиотами которые просто-напросто удалили в спину об идиотах обязательно но только немного позже если я правильно вас понимаю конечно Борислав Береза ваше мнение ваше мнение настроение украинцев которые вынуждены проживать на оккупированной территории понимаете вот сейчас они же не видят сейчас скорее всего наш эфир они не понимают о том что Украина ну хотя бы часть украинских политиков пытается найти выход из сложившейся ситуации можно я вам вопрос так сложилось что в воскресенье понедельник мы с Сергеем Притулой были в районе Луганской области и проезжая практически по линии соприкосновения мы наблюдали мы общались с разными людьми то есть теми которые ездят и туда и сюда и те которые живут на нашей территории и те которые вынуждены жить там масса разных мнений нет однозначности но есть одна интересная вещь которую мы подметили ездя по всей области мы слушали в основном либо российское радио либо в нескольких местах мы слышали армия ФМ пару мест это хорошо что там есть армия ФМ все остальное это русские волны привет браток подмосковье любые и все остальное для начала для начала надо говорить не только о том как будут относиться нужно же создавать какой-то фон чтобы к нам относились информации нет рублевая зона уже есть давайте откровенно говорить там реальная рублевая зона это реальная проблема следующее откуда люди берут информацию люди берут информацию из СМИ как сказал один журналист в основном грубо говоря масса людей это те которые любят телевизор и пиво телевидения тоже нет когда в Авдеевке запустили свет знаете какие два канала появились первые Аплод и Новороссия все я прошу прощения там нету ни одного украинского канала ни одного украинского канала о чем мы говорим поэтому прежде чем говорить о том как повлияет блокада нужно понимать что информационно мы не представлены этой территории никак вообще мы теряем связь и самое ужасное что на сегодняшний день звучит масса политических заявлений которые не подкреплены никакими реальными делами и это чревато чревато не только потерей территории а именно наших граждан которые теряют связь с Украиной Вадим Карасев Вадим Карасев вы говорили про телевизор а еще холодильники вы знаете когда мы начали терять когда мы заблокировали туда торговые грузы потому что вместо украинского масла сметаны и так далее там появились другие масло, сметана, белорусское и русское этот человек кушает он через желудок через желудок перерабатывает эту всю информацию так что телевизор побеждает холодильник побеждает телевизор зато там наша туалетная бумага так вот нет а вообще-то тут ситуация следующая дайте по блокаде несколько сказать потому что вначале там я буквально коротко все сказал первое власть приняла решение и понятно что это решение она приняла под давление второе власть была права но она приняла неправильное решение потому что общество ей не поверило вывод какой дальше власть будет права но принимать решение правильное она не будет. Потому что ей не доверяют власть. Все, власть уже не может принимать эффективные решения, ей не доверяют. Она будет идти на поводу. Плести с хвостей. Это называется хвостизм вообще-то. Когда вы не можете людей убедить в том, что вы правы, вам не верят. Потому что вам не доверяют. Правильные вещи говорил президент, премьер-минист. Не верят. Но не верят. И все. Значит, это что? Извините, это тупик для государства. Значит, надо менять что-то. Потому что если власти не доверяют, она права. Ну власть же это права. Ну давайте говорить. Никакого пленного мы не получили. Территорию мы потеряли. И власть фактически это поддерживает, потому что она боится людей. Потому что мы людей так замордовали. Всеми этими моментами. Я сейчас скажу сейчас перед этим. Что, конечно, люди начинают давить, и власть растеряна. Теперь. В чем проблема? У нас нет четкой картины мира. У нас нет четкой картины конфликта. Вот что я тут слышал? Что, оккупированные территории? Ну не оккупированные они. Ну нет закона такого. Второе. В Минске соглашения нет оккупации. Более того, ответственность за эти территории на Украине по Минским соглашениям. Читайте, восьмой пункт Минских соглашений. Нравится, не нравится, но мы их подписали. Потому что, если бы мы в Дебальцево тогда не подписали, ну в Минске, дальше пошла бы эта военная интервенция. Мы больше потеряли территории. Ну остановили, ну подождите. Военная интервенция без оккупации? Ну подождите, ну хорошо. У вас как-то Дебит с кредитом не справился. Я говорю, как бы дальше торопило. Я говорю, здесь не о чем спорить, я вам поясню. Вадим говорит о де-факто и де-юре, понимаете? Я говорю дальше, зафиксировали в Минске. Зафиксировали в Минске, что это нет оккупации. Так де-юре и интервенции нет. Подождите, Татьяна, нет оккупации там. Наша ответственность это там. А интервенция есть? Военное действие есть, а оккупация нет? Я сказал, чтобы вы реагировали. То я скажу по-другому, вы что скажете? Вы за Россию, я же знаю вас. Вы же сразу эмоции бросаетесь. А страну вам наплевать на все. По темникам разговаривать, я же знаю. Какой темник у одной партии, какой у другой партии. Я еще скажу, почему вы темниками разговариваете. Какой темник? Вадим, я прошу. Какого черного вы все сидите на российских телеканалах? Я сижу, так я там Украину защищаю, потому что должен защищать, чтобы тут не подумали, что дурдом окончательный. Смотрите, вы начали хорошо, когда сказали о том, что нужно думать, как жить дальше, чем закончить для страны. Минские соглашения. Смотрите, нравится нам или нет, нет другого международного правового документа. Мы же должны учитывать международный контекст. Ну мы что, забьемся тут, скажем, Германия не права, Штаты не правы, эти не правы. Мы тут правы все. Это что-то ненормально. Это уже какое-то самоизоляция, это какое-то само дурдом. Значит, есть Минские соглашения. Что в Минских соглашениях очень важно? Санкции против России. Они как раз под Минскими соглашениями. Мы выходим из Минских соглашений, Запад скажет, ну тогда мы санкции будем снимать. Вы же сами выходите. Тут логики, вот в чем, они не видят логики в этом. Поэтому, поэтому, давайте же думать о том, как выходить дальше. Ну заблокировали мы, хорошо. Дальше что, что мы будем с экономикой делать, два. Что мы с властью делать будем, три, потому что ей уже не верят. Что мы с этим парламентом будем делать. Потому что одни говорят, оккупация, другие говорят, не было оккупации. Ну давайте все-таки как-то четко какой-то. Или принимайте закон об оккупации. Примите этот закон. Не можете принять этот закон. Ну давайте что-то другое делать. Понятно. Спасибо. Валентина Ливайченко. А есть сегодня... Есть сегодня, я пытаюсь очень правильно и аккуратно сформулировать, есть сегодня основание у западных партнеров начать разговор о том, что Украина начала выходить из Минских договоренностей. Я думаю, что заранее про это говорили. Россия будет спекулировать на этой теме. Это понятно. Эти используют любой поход. Она крайн-агресор. Это вопрос агресора. У нас в Газе мы правильную позицию занимаем, когда, в основном, доводим, что агресор постачает, постачает и оружие. Это не высшее. 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 Я, поднимаю, Вадим, сказал важные и сильные вещи. И нам надо всем в них вдуматься. Все-все в Украине правду сказать. Насправді. И Трамп сейчас щойно закончил разговор с Меркель, сгадал и назвал только Минские договоры. Только это. Больше того, сказал, что шукатимут международные партнеры мирное решение вопроса. Это первая константа. Другая константа. И вы начали с очень важного вопроса, нам всем его запропонивавши. Гуманитарный и информационный аспект. И гуманитарные и информационные вопросы это то, что торкается сразу людей. Напрямую. Червоний хрест. Международная организация, которая действует, и тут, на нашей контролированной территории, и на тенчасово окупованной территории. Что делают они? Вот требует им дать слово в прямом эфире. Роздают по 600 гривен гражданам Украины и на звольненных территориях в Абдиевске, потому что не выживают люди. Нема за что купить ежу. И на окупованных территориях. Такое нужно трансливать в эфире. И таким образом показывать. И честно говорить всем украинцам. То наши территории, мы их сможем повернуть, распространяющие гуманитарные проекти и допомогу украинцам, в том числе, и под окупацией. И второе. Мое быть действительно украинское телебачение, украинское радио доступно всем. Бо зараз, вот Борислав правильно загадывал, навіть невеличких в местах, где змушені переселенцы переживают, уже на нашей территории, на контролю войнами. Дивляться, якщо это Донецкая и Луганская область, им ставлять тарелку добровольцы, а транслюются 11 каналов, из них 10, ДНР, ЛНР, Россия. Ну, это шок, люди. А про это надо говорить. И эту ситуацию надо смеяться. Это как раз вопрос у вас. Вам я кричать. Значит, насправді проблема иснує, вона дуже гостра, але давайте говорите прямо. Авдеевка, 65% Авдеевки має кабельное покриття, 40 телеканалів. Щастя, Південь Донецької області, 100% покриття кабельным телебаченням, всі мають українське телебачення. Але, для того, щоб вирішити оці дві плями на півдні, на півдні нашої території, яка не захоплена щастя і навколо, щоб там покращити сигнал. Авдеевка, Піски, Карловка і інше. З цього боку, для цього треба поставити дві телевежі. Одна планується будувати в Червонармі, в Покровську, одна біля Новоайдара. Ці вишки заплановані до будівництва в цьому році. І на решті в цьому році гроші виділені. Але питання... Скажіть, як ці вишки... От у мене питання. Як ці вишки побідають спутнікові тарілки і інтернет? Можна питання. Але я боюсь, що через ці втрати бюджету, про які ми говорили, знову скажуть, що гроші не знайшлося і вежі так і будуть не побудовані. От чому проблема. дуже коротко, Сергій і Олег. Я всіх віжу. От коли ми говоримо про повернення Донбасу, треба чітко розуміти, з чим ми туди повертаємся. З ким і з чим. З відсутньою стратегією в державі в цілому, з інфляцією, з двократним падінням курсу національної валюти за останні два роки, з 136-м, чи 138-м місцем у рейтингу корупції і корупціонерів, з двома тисячами ста справами на колишнього прем'єра, який розгулює і навіть претендує на посаду голови Національного банку з політичною корупцією у Верховній Раді України і з новою коаліцією, яка за гроші буде голосувати за ті, чи абсолютно антинародні, про МВФ-ські законопроекти і ідеї. Чим? Справа не в тому, що там немає кабельної мережі, не справа не в тому, що є, в нас там чи немає вишаг. Який контент? Про що там говорити? Наприклад, я не слухаю швейцарського телебачення чи радіо, не читаю швейцарських газет, але я знаю, що там краще живуть, бо там є вища мінімальна зарплатня, є вища мінімальна пенсія і є безпека в країні. Нам треба цих показників тут добиватися. А вихід тут тільки один. Тотальне перезавантаження влади. Ми не вирішимо дипломатичним чи будь-яким інформаційним шляхом кризу на Донбасі. Ми не шиємо країну. А стосовно вашої позиції з приводу окупованого, не окупована територія закону. Слухайте, треба одну правду сказати. Ми перед виборами у Верховну Раду України. Перед виборами. І сьогодні самопоміч і інші політичні сили почали перетворюватися на партію регіонів. Поділити країну навпіл. Одні годують інших, інші годують інших. Хто кого більше годує. Почалась та сама дешева технологія, яка призвела до війни в країні. До війни. Яка призвела до розбрату. Яка призвела до поділу. А нам потрібна консолідуюча, єдина, потужна стратегія індустріалізації країни, економічного розвитку і наведення порядку в нашій державі. І без тотального перезамонтаження влади цього не відбудеться за жодних умов. Возможно, ви і правили, але поки це звучить, як не найріальний план. Ігор Луценко, у вас хотіло спросити, як у сторонника цієї блокади. Вам не здається, що як варіант правильніше було би, можна постаратися замкнути снабження цих террористів. А що щось террористовувало? А щось террористовувало? А щось террористовувало? Ось тут вже звучав пример Ізраїля, який, будем откровенны, веде вже 60 років війну, але будем откровенны, торговлю теж з Палістином веде. Палістином не було частиною Ізраїля. Більше того, коли в період шестидневної війни Ізраїль, відбив атаку сирійських військ, захватив голландські висоти, Сирія не веде торгових отношеньків з Ізраїлем, а Ізраїль не веде торгових отношеньків з Ізраїль. Ізраїль веде з Палістином, яка є такою, територією ад-хок, т.е. територією вне закона. Це не територія Ізраїля, це чужаї територія. І після терактів будь-яке сообщення і торговля прекращається на определенний період. Все. Повітку, говорить о тому, що Ізраїль веде, нелезя. Але історія дійсно знає, коли торговала одна сторона з іншою. Війна севера і юга. Коли президент Линкольн торговав з югом, а генерал Гранг був жоскав проти цього. І несмотря на це, Несмотря на це, Линкольна стратегія дійсно була успішна. Він вкупав весь хлопок і продавав туди оружие. Ви будете сміяться, це історичний факт. І в цьому вийшов і в цьому вийшов економіку юга. Ми два року пікупаємо російський газ. Два року. Ми не пікупаємо російський газ. Це важний момент. Ми два року пікупаємо російський, не словаский, а російський газ. У словаского посредника. Це перше. Дальше. Давайте тогда говорити о тому, що не потрібно с русських брати гроші за транзит газа в трубі. Це вторя составляюча. Третья составляюча по банкам. Кстати, по банкам є одна дуже інтересна історія. Русські заінтересовані в тому, щоб ми громили російські банки. По одній простій причині. Тому що це формально єдинна можливість уйти з ринка, не потеряв на індексах їх акцій за рубежом. Вот і все. Прокомментируйте, тому що я вижу вашу ярку реакцію. Прокомментируйте ситуацію про банки зрозуміло. Росія інвестувала сюди великі кошти, їй треба буде якось це повернути. І це дійсно важіль нашого впливу на Росію. Що стосується взагалі концепції економічної взаємодії з окупованими териториями, вона мусить бути дійсно змінена. Бо до цього, до того, як почалася блокада, вона полягала в чому? Що існує лише макроторгівля. Лише макроторгівля легальна. Тобто Ахметов оці ешелони свої може звичайні українці мають купу складнощів, що те масло своє повезти туди продати. Свої курей там худобу продати на мікрорівні. Тобто оце було страшеною несправедливостю. Олігархам, будь ласка, немає окупації, а звичайним людям стоїть в очередях, це в кращому разі. А тебе можуть і прошманати, тебе можуть і не пустити взагалі. І тому наша концепція, до речі, яка закладена в законопроєкті, якраз передбачає, що звичайні люди можуть свій звичайний маленький товар возити. І таким чином возити цю нашу велику Україну туди через спілкування, через оці мікрозв'язки на людському рівні. Натомість, коли ходять Ахметов, домовляються з Захарчиком, домовляються з Плотницьким. Це все держави не помічають. Це все є макрокорупція на рівні окупанти і українці, насправді зрадники. Оце ми хотіли ліквідувати. І ми закликаємо прийняти законопроєкт про окуповані території, який дозволить нам економічними способами утверджувати там Україну. Ігор, ви знаєте, ось ці, як ви говорите, семейні, селночні історії, вони можуть перерастись в інше явлення. Я уверен, що вже перерастають. Кирил Куликов. А розвитку контрабанди на цій території ми можемо видіти? Да можемо, але я думаю, що ми видим зараз розвитку контрабанди на Западній Україні гораздо більше, ніж на цій території, контролюємо Україну. Давайте посмотрим, що відбувається на Западній Україні. Я хотів дві речі сказати. Перша, мені сьогодні написав мій чешський партнер, просто взгляд на нас со сторони. Він інвестор, він все время займався Україною, він інвестировав. Він написав приблизительно следующее. А неужели Україна збирається унічтожити свою економіку для того, щоб не дати розвивати російському бізнесу? Я не хочу це комментируювати, це просто його мнення. Ви говорите сейчас о ситуации... О ситуации со всіх вообще економічними ходами. Следуючий вопрос, який мене действительно беспокоїть, я понимаю все эти блокады. Я ще раз сказав, наверняка там є люди ідейні, які відстаєюють ідеї. Але є закон України. І є таке підприємання, котре називається Міністерство внутрінних дел, котре цей закон повинна соблюдувати. І ніякі блокады, ніяких героїв, а то, не а то, на території України бути не можуть, якщо є Міністерство внутрінних дел і виконує свої функції. Це раз. Второй момент. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день найбільшою угрозою країни є люди, в камуфляжі, які не относяться ні к єдиному воїнському подразділіню. С оружіем, обучені, готові робити все, що угодно. І сьогодні тільки президент України, виступая неожиданно, сказав, що монополія на насилие дозна бути тільки і на власть, дозна бути тільки у державства. Але нескільки місяців назад, коли Айдар штурмував, извините мене, пізната, Печерський суд, президент сказав, я не помню, як звали, Лихалит, по-моєму, да, чоловіка, який осуждали, президент сказав, слушайте, він парень хороший, не треба його трогати. То есть давайте ми определимся с позицией государства. Являється ли государство законным? Являється ли закон во главе всього? А после этого все остальные моменты. Хорошо, если говорить о монополії власти на насилие, Сергей Мельничук, давайте вспомним заявление Авакова, сделанное не так давно, о том, що всем участникам блокады може грозити уголовна ответственность. Теперь министр Аваков должен буде забыть і об этом своєму обещанню. Я скажу так, перейду на український. Аваков... Я к вам зручно. Аваков винуватець того, що сталося на даній території. Конфлікт потрібно було не допустити с самого початку. С самого початку не дати йому розгорітися. Інше, коли намагалися дехто прибути на ту територію і почати роз'яснену роботу, поліція не допустила їх. Поліція допустила туди Амброскіна, який привез вітушню, яку возив він на Майдан. І загострив конфлікт. І конфлікт почав горіти ще більше. Вони почали підкидати туди полінячки. І конфлікт розрісся до загальноукраїнського великомасштабного. Що далі робить Аваков? Аваков не йде робити, хоче перекласти свої обов'язки на когось. При цьому йде і вказує, як робити міністру закордонних справ. Розказує, як діяти Національному банку. І в кінці кінців ми бачимо, як поліцейські за допомогою незаконних дій потрапляють у парламент. От, що веде? Ми фактично знищили те, що правоохоронна система не працює. І при цьому знищили остатки парламентаризму. Там залишились крихти. Сергій, ну таке ощущение, що ми з вами проговаривали сценарі програмою вместе, хоча б бачили стільки вечером. Три предложення. Ви смажете? По монополії на силу. Там забувають одно слово сказати. Легитимна монополія на силу. І якщо вона нелегитимна, то никакой силы не буде. Поэтому таке МВД, оно нелегитимне. І тоді скилу не може применить. Сергій, ви задали вопрос, що робить министр Аваков. Мені показалось, що на цій неділе министр Аваков руками своєго советника і нардепа, мене тож це удивляє, як це можна ще совміщати? Антон Геращенко попытався вернути монополію не на насилие, а монополію на звання патриота, яка почала терять і Народний фронт, і поліція, в тому числі, і команда Авакова. І попытка ця була зроблена в сенах Верховной Рады. Патриот, це не популист. Зараз ми з вашей допомоги перейдем ко вторій части, котре сьогодні я б дуже хотілося обсудити. На цій неділе, конечно, рішення СНБО і события на востокі країни, все блокадні, вони перевіли по інформаційній Верховну Раду, яка у нас отвечає за все громкість скандалу. Громкіе скандалы були не в Верховной Раде, але, тим не мене, цирка там хватило. Цирка, связанного, ну, извините, може я пафосно скажу, с унижением українського парламентаризма. Це следуюча тема, следуюча нашій части. Олега Суховський, скажіть, ви считаєте нормальним, що люди в формі оказались на цій неділе за трибуною Верховної Рады? Я вважаю, що це є ненормальним, тим більше, це є величезне порушення регламенту, народними депутатами. Ну, ви знаєте, що наших п'ять свободівців на цьому тижні також постраждали від рук поліції. Тож, що ми мали їх привезти в український парламент до трибуни. Відповідно, Народний фронт, тобто так звана коаліція, вона порушила регламент. Це є зовсім ненормально, це є порушення. І, відповідно, я вважаю, що найближчим часом щодо цієї ситуації має розібратися і регламентний комітет і наказати тих народних депутатів, які порушили регламент. Але що стосується зараз ситуації, зараз Росія веде дуже серйозну інформаційну війну проти України, зокрема, і на окупованих територіях. От, я ще хочу повернутися до цієї теми, яку ми обговорювали попередньо. Відповідно, дивіться, сьогодні Україна дає безкоштовно на окуповані території для населення газ, електроенергію, соціальні виплати. Ми маємо, ми маємо все робити для того, щоб ці люди, які живуть на окупованих територіях, не платили за цей газ і світло терористам, які потім на нас градами атакують. А ми маємо все робити для того, щоб вони розуміли, що українське суспільство робить їм послугу в такий нелегкий час і таким чином їх повертати до України. Олег, а я хочу, а я хочу, нет, а я скажу, а я хочу сказати, що ніякую ви послугу їм не робите. Ми повинні це робити. На сьогоднішній день це наші люди. Але вони не повинні платити терористам гроші за ці послугу. Олег, поїдьте на окуповану територію, поживіте під врагом і объясніте врагу, що ви їм щось платити не будете. Це дуже складний питання. Тобто вони нам нічого, ці люди не повинні. Ми їм повинні. А требувати від них чого-то, кому платити, вони вижити там повинні. Понимаєте? І зараз, зараз саме основне, щоб ми не робили тих інформаційних приводів для Росії, які по всьому світу брешуть про Україну, нам потрібно об'єднюватися. Об'єднюватися, зокрема, так як об'єдналася, так як ми їм допомагаємо як можемо. Так як ми, так як об'єдналася. Ми повинні об'єднуватись, так як об'єдналася на цьому тижні і підписали маніфест українські націоналісти. І я думаю, що ми ще не один і марш гідності і пікет зробимо біля українського парламента і біля адміністрації президента. І заставимо владу працювати. Та ми даємо поводів і для врагів України, і для інформаційної війни достатньо. Достатньо. Да, Борислав, що ви хочете сказати? Я хотів сказати... Ви хочете роз'яснити, чому в парламенті пов'язані військові військові? Не, я хочу сказати, що в парламенті... Ой, не військові, а люди в формі. Я хочу сказати, що то, що в парламенті на цій неділе, я надію, що це було не більше, чим сезонне обострення у коалиції, тому що, якщо це буде стабільно повторяться, то можна говорити о сворачиванні демократичних інститутів в Україні і узурпанцій власть. Я объясню, чому. Як минимум, то, що відходило, коли в Раду без разрешення либо Головуючого, либо спикера ввели посторонніх людей, ну, це неуваження к регламенту, як минимум. Наскільки я розумію, потрібно соглашення ще всіх фракцій. Нет, не оставляється. 150 голосів. 150 голосів. Боліе того, було ли 150 голосів у БПП і Народного фронту? Бо 100%. Проголосовали бы все остальные? Проголосовали бы тоже. Могли ли они обойти этот вариант? Могли. То есть, було ли надобність в тому, щоб таке делать, прорыв? Потому що, зберігаються синхронно для всіх повторяюю. Хто не согласиться, пусть протестують. Да. Происходит ситуация, Оксана Сараид что-то говорить, Юрий Береза, не дожидаєсь, говорит, заводите. И она сразу после того, говорит, заседание закрыто. Це було правильне действие, на основі которого она фактически... Максим Курич, коаліція... Щас, Дмитрий, це було правильне действие. Максим, ви скажіть, коаліція... Я також відповідь, я також відповідь, якщо буде таке, то у мене вопрос. А Майдан стоял за то, щоб опять більшінство давило оппозицію? Во-первых. І, во-вторых, у мене ще один вопрос. А хто-нібудь задумывався о том, що тепер, соответственно, я можу привезти своїх побратимів в зал? Андрій Белецкий може привезти своїх побратимів в зал? Дмитрий Ярош може привезти своїх побратимів? Я прошу прощення, будем соревноваться, в тому, хто більшу побратимів в зал заведе? Максим Курич, так що за диверсію і перформанс устроила коалиція в стенах Верховного Раду? Що це було? Я надіюся, що зараз не буде ніякого базара, тому що, я вам скажу, ніколи не повернуться люди в Україну, захопленного Донбасса, коли буде видити цирк і обливання грязью друг в друга. Максим, ви считаєте, що коли вони будуть видити цирк, який проходил Верховного Раду, я объясню, що відбувається насправді. Позиція номер один. Ніхто не має права називати себе таким, який більше, ніхто, ніхто любить Україну. Нельзя приватизувати чувство патриотизма. Це раз. Вторе. Оїли. Госпожа Сераїд продемонстрировала... Ми вже три роки це наблюдаємо. Госпожа Сераїд продемонстрировала объективно двійні стандарти. А ну... Она отказалась поставити вопрос на голосування, по требованию фракций о приглашении сюда седгів полицейських, которые не було там. Было. Было. Максим. Тишина, пожалуйста. Тишина. Максим. Максим. Все практично фракции. Спросите все. Вы понимаете, чем вы отличаетесь от простого гражданина Украины? Простые граждане Украины вас делегировали в парламент для того, чтобы здание парламента, здание парламента, повторяю, стало парламентом. И это не проходной двор. И он не может им быть априори. Так не может быть проходным домом ваша частная собственность. Я посмотрю на поведение вашей жены, когда я сегодня с березой, с добродомом, с мельничуком соберусь и приду к вам во двор. Я приду с чистыми намерениями. Во-первых, я вас приглашаю. Возможно, даже с пивом. Пост, я пиво не пью, а вам действительно поставлю бокал и даже налью. Ну, а если говорить серьезно и действительно без эмоций. А когда господин Семенченко, угрожая гранатой в руках, пытался завести людей с кривого рога для того, чтобы они за него не голосовали. Потому что у него никакой гранаты не было. Это был не Семенченко. А когда другие депутаты позволяют себе избивать украинских полицейских и говорить, что он враг народа, о том, что он его найдет, уничтожит, хотя этот полицейский охраняет мир и спокойствие в Украине, он трет на него. Но на то, наверное, и коалиция, чтобы сказать тому же Семенченко, которому у вас есть претензии, что он был неправ. Но не говорить Семенченко, ах ты в носу ковырялся, тогда мы... Поэтому позиция такая, Алексей, позиция такая, о том, что зачинщики и организаторы, не люди, которые стали жертвой манипуляции, а зачинщики и организаторы, должны понести юридическую оценку и ответственность. И им должна быть дана политическая оценка. То есть вы сейчас угрожаете юридической ответственности как минимум Антону Герасченко, который привел этих людей в зал? Я говорю о том, что есть заявление как минимум 500 полицейских, которые сегодня охраняют всю территорию Украины, находясь на блокпостах в Донецкой области, обращение, чтобы было проведено объективное и качественное расследование и поставить точку в этих мордобоях и унижениях и оскорблениях Я уже привел все аналогии, все примеры. Дмитрий, скажите, пожалуйста, да, но отвечая на мой вопрос в том числе. Все это могло произойти без ведома спикера Порубия, который в этот момент очень удачно был на заседании СНГ. Я говорю, что это не было спонтанное решение, это было технологичное решение, но я хотел бы ему дать оценку в двух моментах. В першем моменте. Саме в этот момент, когда это произошло под стенами парламенту, у нас произошла акция от народного контроля щодо того, чтобы парламент могла наконец работать и принимать все законопроекты, которые нужны для людей. Под парламентом это есть специальное место для этого, чтобы депутаты слышали, мне бы, как лидеру партии, в голову бы не пришло, а желающих среди этих трех тысяч, скажите мне, было много зайти в зал Верховной Ради. Но я понимаю и считаю регламент. Теперь, что произошло там? Это очень опасный прецедент. Это можно списать на эмоциональность, на что-то. Сейчас Максим сказал, для этого есть правоохранные органы, чтобы разбираться. И я не собираюсь давать оценку тем днем, которые были под Словянским. Я собираюсь дать оценку тому, что произошло в зале парламенту, где уже давно споплюжены регламентные процедуры. Почему они споплюжены? Потому что сотни, а может уже и тысячи за два с половиной рази порушения регламенту, жодна людина не понесла за это ответственность. Жодна людина за это не понесла ответственность. Что теперь происходит? Вот вы соберите, маючи все законные процедуры и возможности, потому что законные процедуры есть, обратятся, голосуют депутаты, принимают решения. Послушайте, у нас кримские и татарские дети были в парламенте, я біля трибуны то же самое. Какие проблемы? Есть элементарные и есть для этого возможности, потому что 150 голосов необходимых для этого было. Теперь у меня вопрос. Если это делается с споплюжением этого, это действительно действительно напоминает то, что это был такой звоночек. Помните, правильно, Вадим, матроса Залезняка. Чем это закончилось? Так? Он тоже врывался в парламент, только с Маузером. А кто дает гарантию, что завтра, я не хочу нагадывать вам про 93-летний в Вермене, правильно, матрос Залезняка, это давняя история. Кто дает завтра гарантию, я вам скажу больше. И это знают депутаты. У нас певная часть депутатов с оружием находится в зале парламенту. С оружием. Вам нагадать не про випадок с Пашинским, а який стрелял в абсолютно мирную людину, коли цього не потребовало, с боевым с боевым. Все стал потерпевшим. Так? Ну, это депутаты. Так вот, я хочу сказать, небезпечные прецеденты могут в конце концов завершиться тем, про что нам сегодня с трибуны эти самые представители коалиции говорят. Не, секундочку, они говорят. Не розхитуйте ситуацию, не створюйте прецедентов, не розхитуйте ситуацию в стране. Такими диями и розхитуются ситуация в головном законодавчем в органе краины, так? И потом, вот за это и идется, что это очень небезопасный сценарий. И нехай они в первую очередь думают головой, а не говорят одно, а делают иное. Не завершено мотивацию. По поводу не розхитуйте ситуацию, очень мне понравился недавно анекдот. Я, ну, расскажу быстро, не розхитуйте, ну, это короткая фраза, не розхитуйте лодку, извините, крыс начинает тошнить. Николай Скорик, Дмитрий прав? Можно ждать уже в ближайшее время в Верховной Раде людей не просто вооруженных, ой, не просто в камуфляже, а вооруженных. Я, вы знаете, меня очень веселит, когда сейчас... О, четко только что видно, как завели. И кто завели. Ну, да, мы видео показываем уже не первый раз, да. И только я ступила первая нога на пол, парламенту сразу объявила сироид. Не после слов саме Березы, а после слов, после того, как первая нога ступила на пол парламенту, тогда сироид. Вы считаете, она нарушила регламент? Она правильно зробила, она четко правильно зробила. Я не хочу становиться ни на чью сторону, но я не вижу здесь нарушения регламента. А сама ситуация, если вы честны, я хочу... Слово, что было сказано, да служим Борасюк, краюшки с полицейских, поэтому не выруйте. Тогда не будете бояться полицейских. Тише. Максим, ты что? Борасюк служим в батальоне. Максим, это было то, что надо бояться полицейских. Полицейских никто не боится. А что вот она боится? Вот заметьте, если вам не кажется, что это установлено на провокацию. Я снова повторюсь, Сергей, очень не хотелось бы обсуждать действия Порасюка. Пусть все-таки разберется Генеральная прокуратура правоохранительной органы. Николай. Алексей, я очень благодарен за предоставленное слово. Меня очень веселит здесь спор разных представителей бывшей коалиции в отношении того, как нужно соблюдать закон один для всех, как вспомнили сейчас высказывание президента, которое он сказал только сейчас в отношении монополии на применение силы, как нужно соблюдать регламент и так далее. На протяжении трех лет, на протяжении двух с половиной лет, моих однопартийцев, наших единомышленников уничтожают, избивают, жгут по всей стране. И никого это не интересует. Все считают, что это разумное высказывание народа своих претензий, вопросов и так далее. Вот я вам приведу маленький пример в отношении моей родной Одессы. Есть такой деятель в Одессе, есть такой деятель, псевдодеятель в Одессе, господин Резвушкин, на которого такие тома уголовных дел, которые находятся на содержании действующего мэра Одессы, господина Труханова, и который, вот один из вопросов, куча уголовных дел. Дело по Нестору Шуфричу, по нашему запросу, оказывается, избиение, которое проходило при камерах, при всем, оказывается, оно потеряно. нашей полиции, и его невозможно найти. Когда вы, господа власть, говорите о соблюдении закона, то я хочу сказать о следующем, что закон нужно соблюдать в отношении всех граждан страны. Все граждане страны равны перед законом. Когда вы говорите о патриотизме, то вы заменили настоящий патриотизм, а патриотизм это любовь к своей родине, патриотизм это сделать что-то хорошее, это не петь гимн через каждые пять минут, а действительно работать для своей страны. Когда на сегодняшний день то, что происходит в стране, вы называете патриотизмом, это не патриотизм, это уничтожение собственной страны, это уничтожение экономики. Не все присутствующие... Друзья, извините, мне очень сложно вас перебивать сегодня. Татьяна, давайте с вами, давайте с вами прокомментируем и обратим внимание на другой момент, который, возможно, вскрыла вся эта ситуация. Когда... Извините, Николай, у вас была возможность говорить? Татьяна, вот когда Грынев уже объявил, Сараид закрывает заседание, Грынев объявляет тогда, кстати, очень быстро нашелся, положительное качество для политика, он объявляет, что это превращается в совет коалиции. И здесь было интересно наблюдать, как начал метаться лидер радикалов Олег Ляшко. Несколько недель мы слышим, что его сватают в коалицию, здесь как бы он еще не сосватан, но и выйти же не может. Сергей, не помогайте. В результате метания Олег Ляшко, видимо, решил, что один раз еще не коалиция, можно и остаться. Это говорит о том, что все-таки коалиция скоро будет на троих, как вы думаете? Ну, прежде всего, я потешу коллегу Каплина тем, что это действительно была спланована спецоперация, которую руковал в кулуаре в парламенте пан Яценюк. И наявность в кулуарах пана Яценюка, который разрежиссировал всю спецоперацию, и это видели народные депутаты, которые будут давать свидетельствия. Потому что те действия, которые совершены, это, по факту, 341 статья Криминального кодекса. Захопление строительства с метою перешкоджения строительства с метою перешкоджения законной деятельности. Все, это совершение злочину. Закон про регламент Верховной Ради чётко установлю, что в час пленарного заседания в зале Верховной Ради могут находиться столько народных депутатов и технических сотрудников, которые обеспечивают ведение процесса. Это стандарты демократии. Когда мы заходим в зал парламент мы должны быть обеспечены от любых сторонних вплывов, чтобы безусловно принимать самостоятельные решения, керующие собственной правосведомости. И когда в воюющей государстве фактически в состоянии войны открываются двери без любого попереджения, без любого подания заявок, как это было с кримскотатарскими детьми, врываются люди в камуфляжи, единое возможное и правильное правовое решение это терминово закрыть заседание и прекратить этот балаган. Я так понимаю, вы со мной согласны, когда я говорил, что это можно назвать унижением Ради. Тарас Загородний. Татьяна не ответила все-таки в полной мере на мой вопрос. Вот это поведение радикальной партии во время совета коалиции, который внезапно был организован, говорит о торгах? Говорит о том, что все-таки на троих сообразят очень скоро. Пан Лешков все-таки не справляет вражения политического самогубца для того, чтобы разминовать свой рейтинг, который в совокупности больше, чем рейтинг БПП и НФ разум, на то, чтобы входить официально в коалицию. Тарас, я не открою никому Америки, если скажу, что большинство наших политиков рейтинг наращивает очень часто для того, чтобы в определенный момент его продать за хорошую должность. я думаю, история пана Мороза, история пана Мороза, я думаю, для всех был показник, и в чем это закончилось для социалистической партии все-таки дома. Что стосуется, я не верю в сценарий коалиции, все-таки, процедурой. Где выношена процедура? В парламенте было видно, что была порушена процедура, и при чем была порушена